Где бы ни жили наши предки, к северу или к югу от Эквадора, добывая себе пропитание, они стремились обеспечить себе наиболее комфортные условия труда. В течение миллионов лет спада выходили на поиски подножного корма. Утром на восходе солнца собирать корм предпочтительнее той рукой, тень от киси которой не падает на ростки, их лучше разглядеть. Сравните, тень от кисти другой руки затемняет пищу, трудно разглядеть, что собственно собирает. Тень – это первая причина. Почему же большинству предков было предпочтительнее собирать корм правой рукой, поворачиваясь к солнцу левым боком? Следующие факторы. Климатические условия определенной географической местности, где обитали особи. Времена, года, наличие или отсутствие гор, водных, бассейнов и установившиеся здесь преобладающие холодные или теплые тра. На схеме видно, посадь – будущая правша. Предпочитает ставить лицо теплому южному ветру, повернувшись левым боком к солнцу, собяя корм правой рукой, тень от которой не мешает разглядеть пищу. Дующие ветра – это вторая причина. Во время сбора праворуки и предки перемещали взгляд в поисках пищи, преимущественно поворачивая голову и глаза справа, отворачиваясь от солнца, а также перекрикиваясь друг с другом. Таким образом, у правшей в это время работал и набирал массу перекрещенный пирамидный тракт. Из левого полушария головного моза, пригреваемого солнцем, управляющий работой правой руки, поворотом головы и глаз справа, в левом же полушарии формировались центры речи. После насыщения стадо ложилось отдыхать, спать. Натруженную правую руку предпочтительнее располагать сверху, поэтому особи укладывались на левый бок, подставляя правое полушарие полуденному солнцу и предавались нехитрым мечтам. Формировалось прополушарное свойство – творческое мышление. Кстати, при этом положение удобно ковыряться в зубах левой кой. Собирая пищу на ужин, наши предки использовали уже поднаторевшую правую руку, поворачиваясь к заходящему солнцу, опять левым боком, лицом на север. Так формировались правши. На рисунке стрелками показан перекрещенный пирамидный тракт. Формирование левшей происходило в иных географических местностях с присущими им преобладающими львами. Левши подставляли солнцу правый бок, собирая корм левой рукой, которая не отбрасывала тень на пищу. Субтитры создавал DimaTorzok